Ничьи у них были. Причем ничьи такие, что европейцам мало не показалось, когда они туда попали. Из камня, а что-то у дерева? Не-не-не, из очень прочного дерева. Вырезается полоса, вырезается камень у него с целью. А по краю этой полосы вставляется волк, что он сделал. Вот это, видите? А, да. В результате в Европе такие мечи с волнообразными лезвиями назывались фламперы. Вот такой фламперы, инкрустированный акулими зубами, оружие страшнейшее. Даже касательно, там, не прям рубанутому человеку, а касательно зацепивались. Представляете, человек говорит, это же пиларь. Причем, это лунака, акул зубы с ровной кромочкой. А сейчас покажу большинство акул, какие зубы. Это просто более мелкие челюсти. А крепили они на что зубы? Какой был клеевой материал? А, очень просто это делалось. Это со времени верхнего полиолетов техника была освоена вполне. Сначала кремневым резцом прорезается паз в держателя. Держатель – костяные, роговые или деревянные. Так. После этого либо кремневые пластинки, так, либо вот такие вот, в предельном случае акул зубы. Основание подполировывается, чтобы точно входило в паз. И после этого делается простая штука. Зачеркнули горсть песка, так, и разболтали в воде. То мутное, что осталось сверху, через полминуты слили, какого размера частицы оказались в той воде, которую слили. Все крупное выпало. Таким образом очень легко фракционировать самую мелкую фракцию песка. Никакая техника, там, какие-то фильтры, все это не нужно. Это называется отмучивание. В результате получали такую каменную пудру. И разводили ее просто на смоле. И вот этой мастикой заполнялся паз. После этого туда с усилием аккуратненько вставляли в средство. Трение оказывалось такое, что вытащить потом, ну, зубово-врачебные инструменты можно, а вот как-то иначе не выпить. Ну, топилы, допустим, делали. А сейчас покажу. А вот вопрос, например, теоретически можно и в аптеке покупать? Да. Вообще есть такая сеть, которая называется медтехника. Вот нижняя челюсть, плавинка нижней челюсти капотного. На самом деле не обязательно капотного. Зубы крепятся в нижней челюсти. Крепятся они вот в таких шахтах вертикальных, которые называются зубная лиоба. Теперь берем челюсть, вынимаем зубы. И на место зубов подгоняем кремневые конусы. Закрепляем их на мастике. Что имеем? Имеем ножовку. Причем точить ее не надо. Кремневые лезвия обладают способностью к сам заточке. В отличие от стальных. А износился совсем рабочий инструмент, вынуждены поставить ноги. Абсолютно другая сама парадигма отношения к инструменту. Дометаллический инвентарь это совершенно иначе.